Здравствуйте! Весной 2018 года Русская Школа Эстонии и Евродепутат Том собирали подписи, чтобы поддержать гражданскую инициативу Minority Safe Pack, организаторы которой борются за права меньшинств в ЕС. Инициатива собрала более миллиона ста тысяч подписей, а неделю назад в Еврокомиссии состоялась первая рабочая встреча с организаторами. По инициативе много пунктов, кое-что актуальное для Эстонии. Так Minority Safe Pack предлагает защитить языки нацменьшинств в сфере госуслуг и образования. Если законопроект примут, Совет ЕС официально порекомендует, цитирую, гарантировать нацменьшинству право на образование на его языке и возможность обучаться на этом языке на всех уровнях от детсадов до вузов, а еще предоставлять госуслуги на государственном и местном уровне на языке меньшинства. Это не значит, что Эстония выполнит рекомендацию на все 100, но перевод всего образования на эстонский, о чем мечтают некоторые наши партии, она потормозит. Более того, нам порекомендуют цитифицировать европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств. Эстония, Латвия, Литва к ней так и не присоединились. Почему, понятно. Хартия налагает обязательства, препятствующие ассимиляции меньшинства, а у нас это больной вопрос. Причем больной как на уровне головы, так и на уровне преамбула Конституции. Другой законопроект Minority Safe Pack касается прав неграждан. Организаторы признают, ЕС не может дать гражданство, это прерогатива страны. Тем не менее, существует директива о статусе граждан третьих стран, долгое время проживающих в ЕС. А для Европы наши серопаспортники именно граждане третьих стран. Сейчас, если вы негражданин с постоянным видом на жительство едете работать, скажем, в Финляндию, вам могут целый год не давать перейти на другую работу. Minority Safe Pack предлагает это ограничение убрать. Да, это немного, но если директиву откроют для изменений, мы постараемся решить проблемы неграждан со свободой передвижения по ЕС, чтобы им не отказывали в работе под тем предлогом, что в стране есть свои работники данной специальности. Образование на русском и права неграждан – два бича Эстонии. Кстати, двигает Minority Safe Pack Федералистский союз европейских нацменьшинств, сокращенно ФУЭН. Именно он полтора года назад по предложению НКО «Русская школа Эстонии» принял резолюцию о положении русского нацменьшинства. Отметили и проблемы безгражданства и эстонизацию русского образования. Резолюцию покритиковал журналист Олег Самородний, после чего добровольцы Кайцелита, анонимные басы с пропагандой с сайта «Пропостоп», осудили ее пропагандистский месседж и выставили ФУЭН рукой Кремля, чернящей Эстонию. Все как обычно. Но вот ФУЭН и его инициатива дошли до Еврокомиссии. Что напишет «Пропостоп» теперь? Хотя без разницы. Как говорится, караван идет. Уже скоро комитет по петициям организует Европарламент и слушание по инициативе. Мы с единомышленниками и лично я, как зампредседателя комитета, сделаю все, чтобы евродепутаты ее поддержали. Еврокомиссия даст свой ответ через полгода. Но и после этого борьба за права нацменьшинств продолжится. До встречи через неделю.